хотите информировать ваших посетителей о политике в отношении файлов куки хотите или нет закон для всех един поэтому этот плагин к рекомендации для всех сайтов плагин называется диджей куки монстр а меня зовут федор васильев и подробнее в этом видео итак кто следит за моими уроками уже давно заметил что мне очень нравится продукты от разработчика диджей extensions точку ком сейчас я нахожусь на сайте данного разработчика а именно на странице плагина диджей куки монстров вот так он переводится как на русский так будет гораздо симпатичней соответственно плагин платный если вы хотите чтобы не было никаких проблем с нашим законодательством вкратце расскажу что это за плагин и как он взаимодействует вот с этими вот законодательством возможно вы видели уже на многих сайтах на крупных сайтах как правило это внизу сайта в самом низу такая подложка всплывающая с информации о том что ваш сайт сохраняет данные пользователя например когда он вводит логин и пароль и и так далее вы можете более детально почитать какую информацию в этом всплывающем окне нужно расположить для вашего сайта это окно как правило показывается только один раз одному пользователю который только впервые зашел на ваш сайт и кнопка закрыть небольшая такая внизу подложка человек на нее кликает закрывает ее то есть он соглашается с этой политикой файлов куки и принципе все вот вся все взаимодействие просто внизу такая подложка появляется но ее можно и наверху но я нигде не видел ее чтобы размещали на сайтах где-то наверху в середине а этот плагин позволяет это сделать обычно это в самом низу такая подложка и в этом видео я покажу настройки данного плагина как установить его на сайт jumla и как настроить на момент записи видео у меня последняя версия плагина диджей куки монстр 172 и русификация к нему версии 171 устанавливать будем на тестовый сайт расположен на локальном сервере open сервер обычно установка расширение менеджер расширение установить сначала я перетаскиваю плагин в эту область установка плагин успешно завершена теперь я установлю русификатор таким же образом устанавливается русификация и давайте посмотрим настройки данного плагина переходим расширение плагина кликаю по айди два раза чтобы отсортировать и увидеть плагин наверху видим что он отключен диджей куки монстр заходим внутрь сразу его включаем и в самом начале пока вы тестируете на своем сайте именно как и где расположить лучше информацию всплывающего о файлах куки вы включаете вот здесь тестовый режим то есть пока тестовый режим включен вы при каждом обновлении страницы будете видеть это сообщение после настройки полностью этого плагина вы отключите здесь нет и сообщение о файлах куки будет возникать на сайте по тем критериям которые вы зададите ниже и так значит тестовый режим до показывать один раз да нет здесь сообщение будет показано только один раз при первом визите на сайт поставим да соответственно когда тестовый режим уберем положение вверху а давайте пока знаете как сделаем мы сразу разместим сейчас сообщение посмотрим как она выглядит вот сейчас с этими настройками по умолчанию а потом будем настраивать соответственно вот такой вот у меня есть текст он примерно этот текст выглядит у всех на сайтов на сайтах одинаково то есть чуть ниже сообщение я размещаю здесь можете просто в интернете скачать этот текст и заодно вот заголовок посмотрим где это выглядит вот так вот файлы куки на этом прям этапе нажимаем сохранить переходим на сайт по умолчанию файлы куки находится на самом верху я не знаю кому и где это может пригодиться такое отображение но как правило это всегда внизу вот ровно такая же подложка как вы сейчас и увидите вот здесь вот наверху она видите файлы куки обычно это в самом низу и закрыть закрываем то есть вот так выглядит сайт без этого всплывающего уведомления обновляем она опять поднимается потому что у нас сейчас тестовый режим соответственно нас он уже работает уже хорошо осталось нам лишь его настроить под себя соответственно положение вверху вот как раз таки она сейчас была вверху можно выбрать внизу системное сообщение это обычное системное сообщение которую как правило возникают на джумле но у каждого в шаблоне это может быть по-разному но давайте вот посмотрим чтобы для тех кто не знает вот такой вот системное сообщение то есть вы часто такие сообщения видели да например когда человек авторизовался на сайте ли или еще что-то какие-то действия то есть вот такое сообщение именно джумловское системное сообщение естественно есть настраиваемая позиция и это какая-то тонкая настройка введите айди html элемента в которую вы хотите вставить уведомления вряд ли вам это пригодится достаточно просто выбрать внизу сохранится и посмотреть на сайте вот она в самом низу дело в том что у меня сейчас сайт видите он не наполнен материалами он короткий абсолютно поэтому здесь вы можете видеть внизу такой большой оступ на самом деле эти файлы куки они будут прям в самом самом низу в подтверждение моих слов я просто сейчас допол наполнил материалами тестовыми чтобы просто вам показать что вот сайт удлинился и вы видите файлы куки прямо симпатично причем в дизайн этого шаблона proto star возникает вот здесь вот хорошо а еще вы часто могли видеть на сайтах что во всплывающем окне с информацией о файлах куки вместо кнопки закрыть бывает кнопка я согласен вот вы видите сейчас у него здесь написано я согласен то есть человек согласен с условиями политики куки это соответственно смотрите как я сделал текст кнопки закрыть вот здесь это можете написать такой текст следующий опции смотрите атрибуты заголовка кнопки закрыть что это если постами да и ниже напишем текст плавающей подсказки например я согласен обновим страницу визуально вы это не увидите нигде но если вы наведете мышь на крестик закрыть вот здесь прям в нижнем правом углу видите я согласен там такая всплывающая подсказка вылазит вот если это будет нужно это можно здесь оставить следующий момент текст атрибута и релый был кнопки закрыть непонятно в какой момент должен текст появится вот здесь есть поле если прописать текст а он должен появиться у меня не появился возможно в другом стиле здесь есть вот темы стиле видите ставил 8 разновидностей вариантов отображения этой информации возможно для какого-то другого стиля будет работать у меня вот этот не сработало дальше ширина сто процентов это значит во всю ширину будет растягиваться туда всплывающее окно можно задать это пикселях вот подсказки на написано видите 960 пикселей на ваше усмотрение я оставляю сто процентов также высота можно играться высотой высоту я тоже не трогаю также можно задать отступ тоже не вижу в этом смысла время скрытия сообщения о куках видите количество дней то есть смотрите здесь ситуация если вы хотите чтобы через определенное количество дней каждому посетителю который уже был на вашем сайте отображался вновь это уведомление то эти дни можно здесь задать я вам хочу сказать от себя что а не надо здесь задавать дни человек очень очень не скоро увидит это всплывающее сообщение если вы здесь оставите ноль просто это вся вот эта лишняя всплывающая тема она 0 людей напрягает все равно то есть закон есть закон один раз показалось мы закон не нарушили человек закрыл он согласился с файлами куки и не надо ему больше этого показывать по сути окно потому что у нас есть свои всплывающие окна до которым мы используем для наших целей потому что если будет окно такое окно сякое на сайте все будет в окнах ну от нас будут просто ломиться посетители с наших сайтов поэтому если бы не закон в идеале этот плагин никогда бы никто бы не в жизни не поставил на свой сайт потому что это все может человека оттолкнуть понимаете не все знают что такое куки многие люди абсолютно не понимают что это такое и видео внизу такое сообщение она хоть и на ненавязчиво но она все равно может мозолить глаза поэтому здесь никаких дней мы не ставим один раз надо чтобы человек увидел и все то есть соответственно 10 показать один раз сообщение будет показано только один раз при первом визите вот это идеальная опция ставим да обязательно здесь когда закончим настройки следующая опция источник сообщения плагин это сейчас у нас вот как он есть отображается можно еще сделать это через модуль это покажу я в самом конце этого видео а дальше понятно заголовок вы уже поняли где это и сообщение в это тоже уже поняли дальше урал политики то есть если надо где-то развернутую информацию пускай это будет какая-то внутренняя страница вашего сайта где вы например информацию о куках расписали более там детально подробно то можно здесь повесить ссылку на данный урал как это выглядит на сайте смотрите вот всплывающее окно с информацией о файлах куки и вот здесь вот видите появился . подробнее если на нее кликаю меня перебрасывает на внутреннюю страницу которую я указал и в админке как это выглядит то есть я просто вот здесь указал внутреннюю страницу своего сайта якобы там у меня политика расписано полностью в эту же поняли именно ссылка как будет выглядеть подпись вот я написал подробнее вы видели на сайте как это выглядит можете написать все что угодно и открыть ссылку как в этом же окне или блэнк в новой вкладке браузера и у нас остается настройки источника модуля это связано у нас вот с этим параметром мы сейчас с вами еще рассмотрим мы с вами пропустили стиле сейчас посмотрим какие есть варианты отображения и не рассмотрели еще с вами опцию фиксированная позиция смотрите я прокручиваю файлы куки они внизу не видны на самом деле будет более правильно пока он еще увидит человек не все страницу вообще вниз прокручу до конца уходит закрываю сайт лучше наверное будет это сделать вот здесь вот фиксированная позиция да то есть что это дает если я обновляюсь обратите внимание ведь она как бы вот наверху остается я прокручиваю сайт и он прокручивается из-за не по этой подложке файлов куки вот это будет более правильная что и это у нас тема стиль самый первый давайте посмотрим несколько остальные вы сможете посмотреть без меня тут просто уже идет настройка по дизайну то есть здесь уже задаются готовые какие-то цвета то есть такая желтенькая давайте посмотрим style 3 сохранить обновимся то есть вот такая сразу с заданным каким-то рисуночком но скажем так вот эти куки я не знаю переводится печенье что ли или как-то это ассоциируется с ними я не знаю я у них на сайте тоже они нарисованы скажем это не для россии да не все поймут что это за внизу печенье тут такие с глазами вылезли вот поэтому этот вариант наверное не точно не для россии давайте стиль 4 посмотрим то есть вот она такая маленькая подложечка не на всю ширину экрана в общем здесь я думаю вы найдете для себя какой-то интересный вариант например пятый стиль смотрите как круто файлы куки прямо по центру но на самом деле это не круто то есть если это какая-то была бы ваша информация тогда может быть это было где-то уместно симпатично но я вам сейчас подскажу одну маленькую подсказочку чтобы вы понимали если вы не будете использовать файлы куки ну например вам как бы особо это не интересно и там вы не боитесь что там к вам постучаться так сказать на почту или позвонят вам к властители закона там и начнут предъявлять что у вас на сайте нет такой информации если ваш сайт не особо популярен не какой-то там известный портал я думаю что вряд ли к вам кто-то обратиться тогда вы сможете этот плагин использовать по назначению скажем вы просто здесь напишите какое-то свое рекламное сообщение ну то есть в своих целях это можно использовать своих целях вы видите здесь все для этого есть да и чтобы отображался через несколько дней этот окно то есть вы поняли да мой намек можно использовать этот плагин еще и в своих целях вместо файлов куки если что соответственно есть и другие то она вот темный единственное что тогда не хватает если мы будем использовать это в своих нуждах если нам по дизайну вдруг не подойдет то здесь нет он например настроек по настройке там цветовой гаммы данного окна да а так это был бы круто потому что плагин маленький легенький скорее всего не дает какой-то нагрузки дополнительный был бы использовать его очень хорошо ну вот последний вариант я вам показываю пока я рассказывал об этом плагине вот последний вариант вы еще видите и последняя опция отображение html модуля во всплывающем окне что это вообще дает сразу разницу вам то что смотрите вы в плагине давайте покажу наш плагин диджей куки монстр вот в этой области я не знаю поддерживаться ли здесь html теги но даже если поддерживаются и вы не знаете как бы код сами писать вы не можете то вам все равно дойти в какой-то html код модуль там составить какое-то красивое сообщение возможно с использованием картинок хотя это вряд ли обычно это какая-то информация но если вдруг вы будете использовать этот плагин не по назначению да как я уже говорил для своих целей то это вам очень поможет смотрите вы вот здесь источник сообщений выбираете модуль здесь можете все удалить ничего не писать а вот здесь вот модуль я выбрал тот модуль которая создала вот смотрите то есть нам придет сюда еще вернуться значит вы выбираете вот здесь модуль нажимаете сохранить закрыть идете расширение модули дальше идете создать и вот здесь вот есть html код кликайте по нему то есть я уже его создал вот он у меня заголовок я написал cookie заголовок я скрыл позиция вымышленной такой позиции нет просто можете также написать cookie монстр опубликовано и самое главное на всех страницах если это надо на всех страницах и разница в том что у вас здесь есть полноценный редактор вы можете здесь как-то управлять например сделать жирный наклон добавить картинку допустим вот добавили картинку да то есть это же в самом плагине нельзя сделать вот просто легко как-то вставить фотографию например вот сделаю жирным и размер например большой вот так вот сохранить закрыть дальше вы проходите обратно в плагин диджей куки монстр заходим и не забывайте вот здесь внизу найти этот модуль который вы создали я назвал о куки вот он самом низу так и написано выбрали его здесь нажали сохранить и на сайте у вас в той позиции в том стиле то есть вот у меня ставил 8 отображается вот в этом окне именно уже html модуль со своими корректировками видите у меня крупный текст вы видели только что сделал большим отображается картинка джумла то есть вот зачем нужно отображение модуля в плагине на этом данный видео обзор я заканчиваю я полностью рассказал о плагине диджей куки монстр надеюсь информация для вас была интересна полезна и доступна покупайте данный плагин если вы видите в нем смысл на этом здесь все и увидимся в следующих видео